Приветствую народ, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу, как побеждать в режиме натиск, новый режим, который стартует в следующем патче. И я вам расскажу, что основное, какие вещи самые главные, что второстепенное. Вначале вы видели окно, где можно было выбирать танк перед боем. Это очень важно, поскольку в бою должны быть и танки, которые сдерживают направление, и танки, которые делают какие-то жесткие маневры, первые засветы, по карте носятся туда-сюда. И танки, которые могут на скорости приехать помочь. Вот, допустим, у нас в этом бою есть Минотавр, Фош-Б, 50Б, 705-й Е100, Т57 Хэви, Прожета-65. В принципе, у нас есть и парочка быстрых танков, и основная масса такая крепкая, плотная и барабанные танки. В принципе, сетап для Химмельсдорфа более-менее приемлемый. Можно было бы, конечно, какой-нибудь Фош-Б на ЛТ-шку поменять одну, или на какого-нибудь Батчата, или быструю СТ-шку, но, в принципе, и так пойдет. В начале боя очень важно правильно подобрать танк. Это невероятно важно, поскольку, если вы наберете какой-то чепухи, уже в начале боя будет поражение. Если вы наберете на городскую карту кучу бумаги, дырявые, там, одни ЛТ-шки и так далее, если вы на какую-то открытую карту, там, песчаную реку наберете одних тяжей, вас всех просто в кучу сгребут и в ней там и завалят, поскольку вы не сможете контролировать всю карту и быстро приехать на помощь в нужное место по карте. Поэтому на более открытые карты нужно больше активных танков, на более маленькие закрытые городские карты нужно больше толстых танков. Не набирайте какой-то чепухи, которая вообще в бою не нужна, поэтому думайте головой уже на этапе выбирания танков. Я еще одно видео сделаю по этому режиму, в котором расскажу проблемы этого режима. Там мы уже будем, так сказать, говорить, что не так. Я на тесте в это поиграл, поэтому я заметил, что есть проблемы в этом режиме. Итак, мы уже поняли, что в этом бою я взял нормальный танк, который может ездить по карте и помогать. Плюс у меня команда набрала плотные танчики, мы разъехались более-менее нормально, никто никуда особо не отделился, кроме 705 и меня. Но 705 глубоко не поехал на железке, все нормально. Основная масса у нас возле банана и в центре держится, это правильно и хорошо. Мы видим, что на миникарте уже светится 5 танков. Всего танков 7. А это значит, что уже на этом этапе, когда я еду на гору, я уже думаю, что скорее всего против меня 2 быстрых танка, поскольку, ну уже все засветились где могли. И в этих боях засветы происходят в принципе быстро и более-менее сразу понятно и очевидно кто где. Где могут быть танки, которые не светились? Либо на базе АФК, либо на железке далеко за батчатом, либо на горе. Скорее всего они поехали на гору, поскольку все остальные действия это полный бред, либо они АФК. Если они АФК, это еще легче. То есть с самого начала боя я как начал думать о том, как победить, так и до этого момента не переставал следить за боем. То есть самое главное здесь не терять бдительность. Я еду на гору, я уже догадался, что на горе будет 2 врага. Я еще конечно планирую дать по ним инфу, и себе, и моим союзникам. Я уже вижу леопарда, в принципе я уже собирался разворачиваться уже давно. Помимо леопарда здесь еще один чел будет Удис. И уже на этом этапе я еду вниз. Какая ошибка вражеской команды? То, что у них целых 2 танка отделены на горе, и они ничем не занимаются и не могут ничем заниматься. Также у них, у врагов на железке, тоже 2 танка против нашего одного. В итоге мы получаем, что в центре у врагов всего лишь 3 танчика, у нас 4. И сейчас я приеду туда 5. Я вижу, что у них там проблемы уже. И сейчас будет их еще больше. У меня танк быстрый, я могу себе позволить отделяться, но мне нельзя глубоко куда-то заезжать. Я должен соблюдать дистанцию от врагов, если возле меня нет союзников. И теперь я еду туда, где у нас есть преимущество, для того, чтобы его реализовать и как можно быстрее зачистить центр, чтобы поехать помогать на железку 705-му или развернуться, встречать вместе с союзниками с горы врагов. То есть нужно как можно быстрее освободить союзников там, где у нас есть пространство, для того, чтобы начать играть что-то другое. Если мы это быстро не сделаем, то преимущество получится у врагов. Челики с горы приедут к нам в спину, и мы будем с двух сторон умирать. Вот что главное. Это реализовать преимущество, понять, где оно находится, быстро туда приехать, реализовать его, пока есть время, когда враги куда-то отделились и не могут вместе что-то делать. Сейчас на горе два чела, они выключены из игры. То же самое на железке. Минус два чувака, которые загрелись на 705-го. 705-й быстро не сдохнет. Он на себя стянул два танка. Это даже хорошо. Да, они могут въехать в два барабана, что-то там поделать, но все равно это будет происходить не быстро. И за это время мы должны очистить банан. Я еду на 50Б просто на убой принимать снаряды, для того, чтобы мои союзники не боялись, увидели, что враг на перезарядке, и поехали за мной. Я их ускоряю. Я, ну, делаю прорыв, для того, чтобы отдать свое хп, чтобы союзники не боялись. Поехали за мной. Потому что, если мы тут будем стоять позиционку, два чела с горы спустятся, и по жопе нам настреляют. Поэтому я еду вперед. Да, я отдаю хп, неважно, оно мне, ну, в ангаре оно мне не надо. Мы зато быстро убили Минотавра, они стояли в позиционке, не выцеливали ему непонятно что, и мои челики едут за мной. И уже с горы приехавшие враги, им некуда стрелять. Мои чуваки уже уехали. Они там вон одну тычку какую-то дали, но в целом им вообще нельзя останавливаться. Они выключены из боя, они отстают от него. Я дальше гоню вперед. Да, я потрачу хп, но потрачу и потрачу. Тут смешные какие-то контуры в реплеях на тесте. Ну, это тестовый сервер, поэтому забейте. Короче, еду вперед, принимаю урон, разряжаю врага, и фош не боится. Фош видит, что враг на перезарядке, он не боится, он в него едет. Все. И остальные мои союзники с банана тоже подключились. Я вижу, что там каким-то образом два барабанных танка на железке обосрались. Хэвик, видимо, не с той стороны заезжал, а не с той стороны. Ну, видимо, 705-й один в два побеждает. Это смешно, конечно. Задача 705-го было просто пожить как можно дольше. Если бы он сдох, ничего страшного. Мало того, что он еще и завалил Т-57 Хэви. И два челика на Леопарде, на Леопарде и на Удисе, они слили бой. И два чела на железке, они не то, что слили бой. Они потенциально не принесли ничего полезного для своей команды. В то же время я, да, не настрелял много урона, но я помог своей команде победить. Сейчас, конечно, я там что-то настреляю. Какой-то урон дам. Какие-то фраги сделаю. И, в принципе, сольюсь. Но преимущество у нас получено нереальное. По танкам, по ХП я разогнал свою команду. Информация по всей команде была. И сейчас вы, наверное, зададитесь вопросом. Вот ты нам все это рассказал? А как же кружочки на карте? Вон там пушечку можно захватить. Или там какая-то антенка нарисованная. Это, конечно, все замечательно. Но эти плюшки, они, как сказать, второстепенная, вспомогательная какая-то вещь. Я все же делаю упор на тактику по карте, по танкам, на убивание врагов или захват базы. В этом бою я вам рассказал некоторые основные вещи про выбор танков. Основные вещи про то, что нельзя сильно отделяться. И там, где у вас преимущество по танкам, там нужно его как можно быстрее реализовывать. Это основополагающие вещи, которые приносят победу. Также вы видели ошибки, которые нельзя делать. Это долго находиться отсоединенным от своей команды и никак не иметь возможности им помогать. Если бы Удис и Леопард находились непосредственно возле своих союзников, мы бы никуда не въехали, никого бы не забрали. Они из-под тяжка могли бы где-то подлавливать нас на скорости, там давать свои уроны. Мы бы никуда не въехали, ничего не победили. Нам бы пришлось стоять в позиционке. Этот весь бой благодаря ошибкам врага. Благодаря тому, что я вижу карту и еду своим союзникам помогать, разгоняю их и мы побеждаем. Здесь не было тактики на урон какой-то или еще что-то, мне пофиг. Я играл на победу и объяснил вам, как это и почему. Также еще немаловажная ошибка это давать приоритет, не союзникам помогать, а тратить время на захват вот этих вот кружочков с пушечками там какими-то и с башенками, вышечками. Если вы стоите и тратите на это время, за это время вы подумаете, а могло ли быть такое, что вы могли сделать что-то более полезное. Приехать союзнику, помочь кого-то забрать, где-то хп разменять, танкануть, подсветить, проехать или отъехать наоборот. Поскольку я поиграл в этот режим, я заметил, что люди становятся их брать эти кружочки, думая, что это самое главное в этом режиме. Вот им картошечка видосик сделала, что там кружочечки со скиллами какие-то захватывать. Они при любой возможности на них становятся и стоят. И не важно, что, может быть, их за этот кружочек сейчас завалят, потому что ему надо убегать, а он кружочек захватывает. Ему надо ехать союзнику помогать, он кружочек захватывает. Если вы находитесь там, где надо, и рядом кружок, и вам нечем заняться, вы пока там что-то выжидаете, захватите этот кружок, получите скилл. Никаких проблем. Но если в этот момент что-то важное происходит в плане того, что вам нужно либо в атаку ехать, либо в защиту, а вы занимаетесь захватом кружочка для того, чтобы появился какой-то скилл, но у вас вся команда сдохла, так делать не надо. Это ошибка. Но я заметил, что танкисты прям думают, что это самое главное. Нет, это второстепенная фигня. Самое главное, это не отделяться сильно от союзников настолько, что вы долгое время, или почти весь бой, ни в чем не участвуете. Вы должны видеть, сколько танков на карте светится, сколько танков не светилось, где они могут быть, и когда светятся все, когда все танки светятся в бою, все семь, и вы на мини-карте должны их видеть, где они, весь бой должны видеть, вы сразу же моментально должны быть возле союзников, на том месте, где у вас преимущество, убегать оттуда, где у вас нету преимущества. Если преимущество врага, вы должны либо зажить, если не можете убежать, если можете, убегаете. Вы должны ехать туда, где есть преимущество, давить его, разменивать хп, танковать, разгонять команду, быстрее реализовывать преимущество, и ехать, помогать туда, откуда враги дальше попрут, на фланг, либо на один, либо на второй, либо разворачиваться, как в этом бою, на банане, можно было врагов на банане встретить, с горы. Но мы поехали на железку. Все, если вы нормально хотите играть и побеждать, я вам рассказал основы этого режима, именно о чем нужно думать, что самое главное. В следующем видосе я расскажу проблемы этого режима. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите в комментариях, что вы про этот режим думаете, и может есть у вас какие-то мысли интересные. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok